10 вопросов по делу Скрипалей с ответами. Дело Скрипалей растет как снежный ком, и нас ждет еще немало удивительных открытий на этом пути. Чтобы было проще ориентироваться, небольшой обзор, что есть новичок, кто хотел убить Скрипалей и какие мотивы у этого преступления. По сути, теракта. Вопрос первый. Власти РФ сообщают противоречивые сведения о веществе новичок. То его вообще никогда не было, то было, но все запасы давно уничтожены. Что было на самом деле? Была программа «Фолиант» в СССР по разработке нового вида химического оружия. Название «Новичок» для него придумали на Западе, примерно как бомбардировщик Ту-160, там назвали «Блэк Джек». Ракету Р-36М «Сатана». Суть дела это не меняет, такое оружие в СССР разрабатывалось. Работы по созданию новичка начались в 1971 году. Дату закрытия программы разные ее участники называют по-разному. Владимир Углев, ученый-химик, работавший в лаборатории в Шиханах, Саратовская область, утверждает, что все работы были прекращены в 1988 году при Горбачеве. Химик Вилл Мерзоянов, работавший по «Новичку» в Москве, говорил, что разработки продолжались вплоть до 1993 года. Владимир Углев и Вилл Мерзоянов – два участника работ по «Новичку», которых чаще всего цитируют СМИ. Андрей Железняков – еще один автор новичка. Он же стал и первой известной жертвой этого яда. В 1987 году, работая в лаборатории в Москве, Железняков случайно получил дозу «Новичка». Ему ввели антидот – противоядие, но скорую вызывать не стали, боялись, что инцидент получит огласку. Он поехал домой на общественном транспорте, но добраться не смог. По пути ему стало плохо, он потерял сознание и оказался в больнице. Неделю пролежал в реанимации на грани жизни и смерти. В больницу наведались сотрудники КГБ, объяснив лечащему врачу ситуацию. Тот дал подписку о неразглашении. В документах записали, что больной отравился плохими сосисками. Железняков выжил после «Новичка», но стал инвалидом. Работать он больше не мог, у него начались серьезные осложнения. Поражение печени. Токсический гепатит с последующим циррозом. Необратимые повреждения мозга и нервной системы. Эпилепсия. Хронический неврит тройничного нерва. Это на лице адская боль приступами в области глаз, челюстей, виска. У него до конца жизни тряслись руки. Он не мог читать и вообще концентрировать внимание. В 1992 году, будучи уже полным инвалидом, Железняков дал интервью журналу «Новое время», где рассказал про «Новичок» и то, что с ним случилось. В 1993 году Андрей Железняков скончался. Первым «Новичок» убил одного из своих создателей. Организация, где работали Железняков, Мерзоянов и другие создатели «Новичка» называется «Госнии Охт» – государственные НИИ органической химии и технологии. Это был головной разработчик по программе «Фолиант». Москва, шоссе энтузиастов 23, главное здание «Госнии Охт». Именно здесь в 1987 году была утечка «Новичка» и траванулся плохими сосисками Андрей Железняков. Шиханы, Саратовская область, корпуса филиала «Госнии Охт». Здесь в 1972 году советский химик Петр Кирпичев синтезировал первый «Новичок». Здесь же в декабре 1975 года Владимир Углев впервые получил «Новичок» А-234. Подвид «Новичков», который применили для травления Скрипаля. Ваганьковское кладбище, Москва. Могила, где покоится банкир и олигарх из 90-х Иван Кивелиди. Он был убит в 1995 году. Ядом класса «Новичок» обработали телефонную трубку в его кабинете. Погибла также его секретарша, которая протирала пыль с телефона. По делу проходил Владимир Углев, автор Скрипалевского яда А-234. Его допрашивали, но потом выяснилось, что «Новичок» из лаборатории в Шиханах вынес другой химик, Леонид Ринг. Все эти перипетии «Дела Кивелиди» мы еще рассмотрим чуть ниже. А это путинский телевизор. Здесь вам расскажут, что «Новичка» нет и никогда не было. Вопрос второй. Как действует «Новичок»? В ходе работ над «Новичком» была создана широкая серия ядов, которые обозначаются кодами А-232, А-234, Б-1976, Д-1980 и так далее. Например, Д-1980 – это «Новичок» в твердой форме, порошок. Отравиться им можно, только приняв внутрь. А вот «Новички» А-230, 232, 234 – это жидкости, мази. Химик Андрей Железняков в 1987 году отравился «Новичком» А-232. А Скрипалей отравили ядом на основе А-234. В оригинале А-234 – это вязкая мазь, которая убивает при контакте с кожей или в дыхании ее испарений с близкого расстояния. Для убийства Скрипалей мазь А-234 была переделана в раствор. Один из пострадавших, Чарли Роули, описывал его как «маслянистую жидкость практически без запаха». Попадая в организм, «Новичок» парализует нервную систему и дыхание. Дальнейшее зависит главным образом от трех вещей. Первое – дозы. Второе – как быстро рядом окажется аппарат искусственной вентиляции легких. Третье – как быстро введут антидот. Последний блокирует действие яда и позволяет организму постепенно восстановить самостоятельное дыхание. Антидоты к «Новичку» давно разработаны, но они не дают стопроцентной гарантии. Показательна в этом плане судьба пары Чарли Роули и Дон Стёрджес – случайных жертв «Новичка» летом 2018 года в Англии. В конце июня 2018 в Солсбери местный наркоман Чарли Роули, роясь в ящике для сбора благотворительных вещей в центре города, нашел флакон туалетной воды с «Новичком». По версии следствия, это был запасной, неиспользованный контейнер с ядом, который был у киллеров для подстраховки. Так как он не пригодился, его просто выкинули. Но перепутали мусорку с ящиком для сбора вещей для малоимущих, которые в Англии стоят во многих местах. Это называется «Чарити Бин», буквально «благотворительная мусорка». Туда кидает старую одежду и тому подобное. Тот факт, что яд выбросили в первую попавшуюся емкость, никого не должен удивлять. В 2006 году депутат-чекист Луговой, отравив Литвиненко, высыпал остатки полония в раковину у себя в номере в отеле, устроив из гостиницы мини-Чернобыль. Возможные случайные жертвы его тоже не волновали. Покушение на Скрипалей состоялось 4 марта 2018 года, то есть флакон с новичком валялся в благотворительном ящике почти 4 месяца. В закрытом флаконе он не теряет своих свойств. Валялся, пока его не нашел Чарли Роули. Нашел, принес домой, распаковал, подарил своей подруге Дон Стёрджес, которая тут же им и подушилась. Это было утром 30 июня 2018 года, примерно в 10.00. Уже через 15 минут она потеряла сознание в ванной и больше не приходила в него. Она прожила еще неделю на искусственном дыхании и умерла. Никакие антидоты не помогли, исходная доза оказалась слишком высока. Сам Чарли получил намного меньшую дозу. На него попало лишь несколько капель маслянистой жидкости, когда он ставил распылитель флакона в рабочее положение. Кроме того, он тут же пошел и вымыл руки. Его накрыло через 5,5 часов после контакта с ядом около 15.30, после чего он тоже оказался в реанимации при смерти. Чарли Роули в момент поступления в больницу 30 июня 2018 год. Хотя Чарли Роули выжил, но, похоже, его ждет судьба Андрея Железнякова. Уже через месяц после выписки он вновь оказался в реанимации в связи с осложнениями. Он почти ослеп, у него нарушена координация, до неузнаваемости изменился голос, как у 10-летнего ребенка, по свидетельству его брата. Вопрос третий. Хроника покушения на Скрипалей 4 марта 2018 года расписана поминутно. Есть ли в ней пробелы, нестыковки? Пробелы точно есть. Например, непонятно точное время контакта Скрипалей с ядом, который подействовал со срочкой от 2,5 до 4 часов. Неясно, были ли они дома, когда наносился яд на ручку или нет. Есть пробелы и по перемещениям киллеров. Начнем с расписания Петрова и Баширова. В день покушения они приехали в Солсбери в 11.48 с их слов, чтобы посмотреть местный готический собор Девы Марии. Так были наслышаны о нем, что специально из Москвы ради этого прилетели. Однако сразу по приезду они направились ровно в противоположную сторону от собора к дому Скрипалей. В этом районе нет никаких туристических объектов, кроме ручки двери Скрипаля, конечно. Кроме того, шпиль собора отлично виден при выходе с вокзала, так что куда идти, перепутать невозможно. В 11.58 киллеры были замечены на камере на шоссе Уилтон, Уилтон Роуд, в непосредственной близости от дома Скрипаля. По данным следствия, яд был нанесен на дверную ручку в начале первого, где-то в 12.05-12.15. Киллеры на Уилтон Роуд в 11.58 идут смотреть собор. Дом Скрипаля в глубине квартала в тупике. Посетив его, киллеры развернулись и пошли в обратную сторону к центру города. Дальше гуляли по городу еще полтора часа и в 13.50 были замечены снова на вокзале. За это время, по версии следствия, избавились от улик – контейнера с новичком или даже двух контейнеров. За полтора часа прогулки Баширов и Петров несколько раз попали на камеры на разных улицах. Но не у собора. Максимальный пробел между попаданиями двух друзей на камеры составил 42 минуты – с 13.08 до 13.50. Если они и были у собора в Солсбери, изображая туристов, то где-то в этом промежутке. И это минут 20 на все про все. Фото их пребывания у собора представлены не были. После этой прогулки по городу, по нетипичному для простых туристов маршруту, они пришли на вокзал 13.50 и сели на поезд в 14.27. Вернулись в Лондон в отель, собрали вещи и уже в 18.30 прыгнули в метро на пути в аэропорт на вечерний рейс аэрофлота. Номер в дешевом отеле в Лондоне – ситистый отель, где жили Петров и Баширов. Журналистам газеты «Сан» удалось снять интерьер. В тесноте, да не в обиде. Теперь немного про расписание Скрипалей. Точный момент отравления, когда они взялись за дверную ручку, до сих пор неясен. Около 9 утра Скрипаль с дочкой уехали из дома по каким-то делам, отключив телефоны. Посему отследить их по биллингу мобильной связи оказалось невозможным. Далее следует пробел на 4,5 часа, во время которого они неизвестно где были и неизвестно, когда вернулись домой. Во всяком случае, следствие не раскрыло информацию об этом для СМИ. Итак, пропав около 9 утра, следующий раз машина Скрипаля появилась на камерах в центре города только в 13.30. Он оставил ее в паркинге, они зашли в бар на полчасика, потом в итальянский ресторан Зизи, где сидели с 14.20 до 15.35. В ресторане потом нашли следы новичка. То есть они пришли туда, уже получив дозу яда, но час с лишним сидели и обедали. Потом еще пошли гулять по городу. Минут 20-30 гуляли, пока в 16.15 их, наконец, не нашли без сознания в сквере у торгового центра Малтингс. В сухом остатке. Яд нанесли в начале первого. С 13.30 Скрипалит усили по центру у всех на виду. Значит, они побывали дома где-то между 12 и 13.30, где и траванулись. То есть прошло от 2.5 до 4 часов отсрочки, пока яд подействовал. Однако точное время отравления мы до сих пор не знаем. Задним числом возникла масса теорий, почему скрипали не получили фатальную дозу. Дождь в тот день, который смыл яд, рукожопые киллеры мало побрызгали. Или наоборот, так и было задумано, чтобы яд подействовал не сразу. Но, думается, решающей причиной спасения скрипалей стало их желание прогуляться в людном месте после обеда. Если бы они отключились дома, их бы нашли через много часов, когда все было бы кончено. Ну и кроме того, слово «спасение» в случае скрипалей можно смело брать в кавычки. Скрипаль-старший, например, до сих пор не может говорить. По свидетельству его дочери, у него трахеостомия. Живет с трубкой в горле, выведенной наружу через хирургический разрез на шее. Дышит через трубку, так как нормально сам дышать не может. Вопрос 4. Почему киллеры сами не отравились? Этот вопрос в апреле 2018 года журналисты задали Владимиру Углеву, автору новичка А-234, которым отравили скрипалей. Он ответил. Вы знаете, если он киллер, опытный человек, хладнокровный и спокойный, если он, как я, 15 лет отработал в этой системе, то это не представляет никакой сложности. Для меня, например, это бы не представляло никакой сложности абсолютно. Здесь не надо особых средств защиты. Единственные перчатки, можно обыкновенные кожаные перчатки. Хорошие, тонкие кожаные перчатки. Так, чтобы рука хорошо чувствовала. Вещество новичок хранится либо в ампулах, либо в специальных защищенных контейнерах. Для индивидуального террора можно использовать микроколичество. Достаточно нескольких миллиграммов, этого вполне хватит, чтобы человека отравить. Нужно, чтобы это вещество попало на человека, чтобы он как-то вымазался им или надышался. Итак, создатель новичка ответил, что человека вполне можно отравить им, не пострадав самому. Но надо всего два маленьких условия – перчатки и лет 15 тренировок. То, что киллеры из главного управления генштаба ВСРФ, более известного как ГРУ, наверняка долго тренировались, не вызывает сомнений. Но вот с перчатками вопрос неясный. Действительно, без них работать с таким ядом не стоит. Даже если у флакона удлиненный распылитель, который открывается на доли секунды. Даже если флакон тут же кинуть в пакет и закрыть его. Даже если убийцы заранее приняли антидот. Все равно все эти манипуляции голыми руками крайне рискованы. На камерах наблюдения перчатки на киллерах не видны. Значит, их надели на улице перед нанесением яда. Потом сняли, унесли с собой и где-то от них избавились. Это все можно сделать при наличии напарника и рюкзака, который они таскали с собой по городу. Но следствие пока молчит по этому вопросу. Кроме заявления, что Петров и Баширов – это хорошо натренированные убийцы, highly trained assassins, других подробностей о технике нанесения яда на дверную ручку пока не сообщалось. Баширов и Петров в день покушения в 13.05 в центре Солсбери на Фишертон-стрит. Они уже больше часа гуляют по городу, уже были дома у Скрипаля, теперь движутся обратно. Ценители западной европейской готики 13 века типичные. Вопрос 5. Почему покушение на Скрипалей было организовано так топорно? Два киллера прилетели прямо из Москвы на два дня, не скрывали лица, не прятались от камер. Их маршрут установили до минуты, где запутывание следов, парики, грим, прочие атрибуты шпионского кино. Топорность – понятие относительное. Все познается в сравнении. 19 января 2010 года – Дубай. Отель Аль-Бустан-Ратана. Махмуд Аль-Мабхух – один из лидеров движения «Хамас», выходит из лифта и идет к себе в номер. Два теннисиста с ракетками, которые выходят вместе с ним – агенты Масада. Это наружка, их цель – узнать, в каком номере он живет. Никто не скрывает лиц, все просто туристы. Дойдя до своего номера, Мабхух провел там недолго и вскоре ушел на несколько часов по делам. Пока его не было, агенты Масада заселились в отеле в два номера. Один – только чтобы получить карточку-ключ и перепрограммировать ее на номер Мабхуха. Второй – на том же этаже, что и жертва, как место сбора ударной группы. Когда Мабхух вернулся в отель, наружка снизу дала знать, и киллеры зашли в номер. Мабхух пришел, его вырубили электрошокером, вкололи суксаметоний – препарат для наркоза, перетащили на кровать, где задушили подушкой. Внешне должно было выглядеть, как смерть от сердечного приступа. В это почти поверили. Но потом нашли след от инъекции. Выяснение вопроса «умер Мабхух сам или ему помогли?» заняло несколько дней. Всего в убийстве участвовало 26 человек. Все въехали в ОАЭ, как туристы с левыми паспортами западных стран. Несколько групп наружки, четверо, собственно, киллеров, ударная группа, командная группа, она сидела в другом отеле, вспомогательные лица. Все засветились на всех возможных камерах. А потом всей толпой покинули страну, пробыв в ней не более 19 часов. Участники убийства Махмуда Аль Мабхуха на кадрах с камер наружного наблюдения. Отдел убийств в Массаде, отдел Кидон, засекречен. Увидеть лица его сотрудников можно разве что за работой в ходе таких вот акций. Понятно, что Массад слишком замороченный. Засылать 26 человек, чтобы грохнуть одного араба? Надо было послать Лугового, он бы полил полонием весь этаж и дело с концом. Шутки шутками, но организационная часть покушения на Скрипалей не так уж отличается от убийства в Дубае. Ударная группа два человека, Петров и Баширов, еще минимум четверо, группа обеспечения и наружки. Их имена пока не обнародованы англичанами. Никто не прятался ни от каких камер. Те же левые паспорта для въезда в страну. Паспорта агентов Массада в Дубае были нарисованы в основном на данные реальных людей жителей Израиля с двойным гражданством. То есть живет уроженец Франции в Израиле, а в это время с его французским паспортом, с тем же номером, датой рождения, но другим фото, ездит по миру совершенно незнакомый ему человек. Сук самитоний развозит. Топорно? Вполне обычно для мира шпионажа. Документы прикрытия чаще всего так и делают. Левый паспорт на данные реального человека. Некоторые паспорта, впрочем, были вообще откровенным фейком, то есть были выписаны на вымышленные имена. Например, гражданин Ирландии Кевин Дейверон, член ударной группы, стоял на стрёме в коридоре, пока душили мобхуха. Агент-кидоновец Кевин Дейверон прилетел в Дубае из Парижа. Его домашний адрес по паспорту был в Дублине, Ирландия, в доме, который много лет пустует. Близкий аналог Руслан Тимурович Баширов, человек из ниоткуда, без родственников, без биографии, прописанный в квартире в Москве, где про него никто никогда не слышал. Таким образом, понятие топорности применительно к действиям киллеров в деле Скрипалей достаточно условно. Провал их акции состоит разве что в том, что объект покушения остался жив, несмотря на применение яда класса химоружия. Кроме того, явной ошибкой являются последующие действия российских властей, в том числе профессионала разведки ВВ Путина, которые стали комментировать акцию ГРУ, зачем-то выпустили Петрова и Баширова на экран. Это все равно, если бы Израиль выпустил в телевизор какого-нибудь Кевина Дейверона, чтобы он рассказал, как ездил в Дубае на верблюдах покататься. Есть разведка, а есть цирк. Это разные виды деятельности. Вопрос 6. Почему англичане считают, что Баширов и Петров – это не настоящие фамилии исполнителей покушения на Скрипаля? У России с Англией визовый режим, как выдали им визы. Как уже говорилось, есть такая эксклюзивная услуга от спецслужб – документы прикрытия. Это когда паспорт подделывает само государство. Вам выписывают паспорт РФ на подлинном бланке с действительным номером, с занесением в базу данных ФМС российский паспорт, с вашим фото, но с другим именем. С сопутствующей документой также подделывается прописка, карточка по форме 1П, которая хранится в органах ФМС и скан которой заносится в базу российский паспорт. Это все не проблема. Например, по документам в Солсбери ездил Петров Александр Евгеньевич, 13.07.79 года рождения, уроженец города Котлас, гражданин России, прописанный в Москве. Вот скан его карточки 1П, взятый исследовательской группой Bellingcat из базы данных ФМС российский паспорт. Часть данных они замазали зачем-то, родители, прописка, типа из уважения к персональным данным. Но поскольку Петров все-таки убийца и террорист, а выбрасывать флаконы с новичком в людных местах – это террор, то адрес его прописки для тех, кто интересуется. Москва, Сумской проезд, дом 8, корпус 2, квартира 78. Ездить туда не надо, прописка у него левая. Из скана формы 1П Петрова видно, что паспорт он получил в 2009 году, в 30 лет. Предыдущий был у него с 99 года и пришел в негодность. Кроме того, с 2007 года он прописался в Москве в этом самом Сумском проезде. Журналисты туда, естественно, уже наведались. Там действительно когда-то жил некий Александр Сергеевич Петров. Это совершенно другой человек, он давно оттуда съехал. А Александра Евгеньевича Петрова, который летал в Лондон и который, типа, в этой квартире сегодня прописан, там вообще никто отродясь не видел. То есть прописка поддельная. Других сведений, позволяющих как-то подтвердить личность Петрова А.Е. в базах данных граждан РФ и где-либо еще, нет. Человек без биографии, без семьи, без собственности, без социальных связей, без зарплаты и иных доходов, проходящих по налоговым базам. Человек, который родился в 2009 году из ниоткуда. Но самое интересное, это оборот карточки 1П господина Петрова. Обратная сторона 1П – это место для служебных отметок. Они тут какие-то странные. Штамп, сведений не давать. Это обычно для сотрудников силовых ведомств или лиц под защитой, свидетелей. И отметка от руки. Есть письмо СС. Группа Bellingcat расшифровала эту отметку как «совершенно секретно». По другой версии – специальные службы. Письмо от спецслужб. Путинская пропаганда сегодня пытается оспорить эти находки Bellingcat. Какой-то мутный скан. Фото плохо видно. Что это вообще за документ? Это есть типовая карточка на паспорт, которая заводится на каждого российского гражданина, сканируется и помещается в базу. Вот, например, путинский родственник Николай Шамалов. Миллиардер, член кооператива «Озеро». Вот его форма 1П. Вот оборот. И такие карточки есть на каждого из вас, если, конечно, вы живете в России. Есть они и на киллеров ГРУ, оказывается. Ну а после того, как внутренний паспорт агенту готов, на эти данные делается загранпаспорт. А далее готовимся к получению визы в Европу. На имя агента делается счет в банке на большую сумму, чтобы выглядел как богатый бизнесмен. Делается липовая справка с работы на бланке какой-нибудь коммерческой конторы. Бизнесмен заучивает свою легендированную биографию, если вдруг надо лично идти в посольство. И подает документы на визу. И, как ни странно, это прокатывает. Загранпаспорта Баширову и Петрову были выданы в 2016 году почти одновременно. Разница только в последних цифрах номеров. Они не биометрические, так что проверить личность можно только оперативным путем. Съездить на адрес регистрации, соседей опросить, например. Или съездить по месту рождения, одноклассников найти, родителей, опросить их, показать фото. Никто в посольствах, даже английских, так глубоко не копает. Поэтому наличие у киллеров ГРУ подлинных загранпаспортов на чужие имена – вполне обычное дело для агентов спецслужб. А вообще этот фокус с левыми паспортами делают не только для шпионских целей. Например, в мае 2014 года поплохело со здоровьем у генерала Мурова, начальника ФСО в то время. Тазобедренные суставы расшатались у старого жирного чекиста, товарища Путина по бандитскому Петербургу. Надо было ехать на лечение в Швейцарию. Но как? Санкции кругом, страна затягивает пояса. И тогда Евгений Алексеевич Муров получил загранпаспорт на имя Аркадия Петровича Иванова, но со своим фото. И поехал в Швейцарию как А.П. Иванов. Съездил, подлечился, вернулся и снова стал Е.П. Муров, генерал ФСБ. Вопрос 7. Что это за история с одинаковым временем прохода Баширова и Петрова по коридору в аэропорту Гэтвик, который столько внимания уделяет путинская пропаганда? Почему в момент прохода Баширова и Петрова время одинаковое до секунды? История не стоит выеденного яйца. В здании аэропорта Гэтвик после таможни есть 8 специальных коридоров для прохода пассажиров. Проходят через них по одному, чтобы не создавать толчую. Прилетев в Лондон 2 марта 2008 года, Баширов шел по одному коридору, Петров по соседнему. Это просто скриншоты с разных камер, снятые в одно время. Коридоры для прибывающих пассажиров в Гэтвике. Вопрос 8. Применялся ли новичок ранее для заказных убийств в России? Да, и с успехом. Таким способом был убит банкир Кивелиди в 1995 году. Не зная дела Кивелиди, дело Скрипалей не понять. В 1995 году профессор Леонид Ринг, химик из закрытого города Шиханы, решил немного подзаработать, не отходя от рабочего места. Вынес из лаборатории неустановленное количество ампул с новичком, до 10 штук и более, и отнес к себе в гараж. После чего продал различным криминальным структурам. Две ампулы за 5000 долларов у него взял бывший рижский омоновец Таланов, который после распада СССР стал бандитом-налетчиком. Таланов перепродал их дальше, и вскоре эти ампулы всплыли в одном из самых громких убийств 90-х годов «Отравление банкира Кивелиди». Известный банкир тех лет Иван Кивелиди был отравлен в Москве в своем рабочем кабинете 1 августа 1995 года. Новичком была обработана трубка телефона у него на столе. Причем, по данным следствия, убийца не поливал и не мазал трубку ничем, а снял декоративную накладку с болта на слуховой мембране, поместил в отверстие крошечную ватку с ядом, видимо пинцетом, и поставил накладку на место. Испарений от этой ватки хватило, чтобы убить двух человек. Кивелиди стало плохо через два часа после контакта с трубкой. К вечеру он уже был в реанимации, в коме, с отказом основных жизненных функций. Спасти его не смогли. На следующий день плохо стала его секретарша, которая убиралась в кабинете. Через сутки она тоже умерла, став второй жертвой отравления. Кивелиди и его секретарша Зара Исмаилова. Похороны Кивелиди в 1995 году у гроба дежурит премьер-министр Виктор Черномырдин. Исполнителем убийства был объявлен некто Владимир Хуцешвили, компаньон Кивелиди в банке. Они знали друг друга 25 лет с юности, но потом между друзьями, якобы, возникли какие-то проблемы по бизнесу. Да такие, что Хуцешвили решил лично Кивелиди грохнуть и прям у него в кабинете. Купил новичок, пришел Кивелиди навстречу раньше назначенного времени, час, ждал в кабинете и пока сидел, обработал трубку ядом, убив в итоге двух человек. Хуцешвили на суде. Правда, было непонятно, как сам Хуцешвили, проделав все эти манипуляции в кабинете, остался жив. Да еще и вынес контейнер, использованный из офиса, и избавился от него. Где-то эта ватка лежала у него в какой-то емкости. На профессионального химика по ядам он не тянул. И на Джеймса Бонда тоже. По версии его адвоката, Хуцешвили вообще подставили. Он стал жертвой операции прикрытия. А Кивелиди убили спецслужбы РФ. А именно, один его телохранитель-чекист, который на следующий день уволился из банка. И якобы этот телохранитель ранее служил в 9-м управлении КГБ вместе с Луговым. Как бы то ни было, дело об убийстве Кивелиди тянулось долго. Суд был только в 2007 году в закрытом режиме. Хуцешвили получил 9 лет за убийство друга юности по мотивам личной неприязни и его секретарши по неосторожности. Торговца ампулами Леонида Ринка чудесным образом вывели из дела. Он пошел как свидетель. Позднее он вообще говорил СМИ, что торговал ядом по заданию ФСБ. И это была контрольная закупка. С двумя трупами, правда. Вопрос 9. Когда убили Кивелиди, слово «новичок» не звучало. Говорили просто о ранее неизвестном яде нервно-паралитического действия. Как стало известно, что это был именно «новичок»? Это подтвердил в 2018 году химик Владимир Углев, который был тоже фигурантом дела Кивелиди. В 1995 году, как только убили банкира, лаборатория в Шиханах сразу попала под подозрение. И Углеву пришлось давать показания следователям. Как вспоминает Владимир Углев. Одним из таких препаратов класса «новичок» был отравлен банкир Кивелиди и его секретарь. Ватку, пропитанную этим веществом, поместили в микрофон телефонной трубки Кивелиди. Поскольку данная партия была изготовлена в моей группе, где практически нарабатывались все вещества, а каждая получаемая партия имела полный физико-химический паспорт, то и определить, кем и когда была партия изготовлена, было несложно. «Естественно, подозрение следователей пало, в том числе и на меня. Меня несколько раз по этому поводу допрашивали». Химик Владимир Углев. В наши дни, 2018 год. Тот самый телефон из дела Кивелиди. Источник «Национальный банковский журнал», 2007 год. По словам Углева, сразу после убийства Кивелиди на него вышли люди из ФСБ, тогда ФСК. «Это вещество, Владимир Иванович, мы определили по составу. Это сделано было вами. Когда они вытащили ватку с этим веществом из трубки Кивелиди, то сразу определили состав. Я говорю, я направлял все вещества только в Госнии Охт, так что следы ищите там. Я к ним никакого касательства не имел». Хотя первое подозрение пало на Углева, потом оно было снято, ибо, как уже говорилось, виновником утечки новичка оказался другой сотрудник. Весной 2018 года английские журналисты спросили Углева, а откуда мог взяться новичок в деле Скрипалей, спустя 23 года после дела Кивелиди. Особенно если учесть, что Россия официально давно прекратила все работы по нему. Это старые запасы или у Путина есть какое-то секретное производство новичка в обход международных договоров. Углев ответил намеком. «Если вы спрашиваете о том веществе, с помощью которого были отравлены Скрипали, а также о его названии и о стране, где он был произведен, то я отвечу так. Очень может быть, что оно было сделано моими руками». Вопрос 10. Скрипаль был никому не нужным пенсионером. Зачем его хотели убить? Каковы мотивы преступления? Месть и запугивание. Для начала просто пара цитат от двух российских политиков образца 2017-18. Цитата номер один. Андрей Луговой, депутат Госдумы, отравитель Литвиненко. 6 марта 2018 года, через два дня после отравления Скрипалей, радиостанция «Эхо Москвы» просит депутата Лугового прокомментировать это покушение. Луговой отвечает. «Вообще в Британии это такая модная тема, знаете. Что-то постоянно происходит с российскими гражданами, которые либо сбегают от российского правосудия, либо почему-то сами выбирают для себя образ жизни под названием «смена родины». Поэтому чем больше Британия принимает на своей территории всякой швали, всякого отребья со всего мира, тем больше у них в последующем будет проблем». Все достаточно прямо, открытым текстом. Скрипаль – представитель граждан, которые сменили родину. И чем больше Британия будет принимать такой швали, тем больше у нее будет проблем. То есть покушение на Скрипалей – это акция устрашения. «Смотрите, перебежчики, политэмигранты и прочая шваль, а заодно и вся ваша Британия. Что с вами будет?» Цитата номер два. В.В. Путин. 17 января 2017 года. Ответы на вопросы журналистов после встречи с президентом Молдовы. Путину задают вопрос о досье Стилла. Для справки. Это досье на Трампа, написанное фирмой частной разведки из Англии, где утверждалось, что Россия продвигала Трампа в президенты через свои шпионские и мафиозные каналы. В надежде, что Трамп наш снимет санкции. Составлял досье Кристофер Стилл, бывший начальник русского отдела МИ-6. Досье попало в СМИ 10 января 2017 года, вызвало грандиозный скандал. С него у Трампа начались проблемы. Да такие, что вскоре ему стало не до снятия санкций. Итак, Путина спрашивают о досье Стилла через неделю после его публикации. Он отвечает. Вот эти вбросы, это очевидная фальшивка. Что кто-то думает, что у нас спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером, что ли? Да, конечно, нет. Это просто полный бред. Видно, что Путин раздражен, он пытается сдержать себя, плоско шутит про проституток, девушек с пониженной социальной ответственностью. В досье утверждалось, что Трамп в Москве развлекался с проститутками в отеле Риц. Но потом снова обрушился на составителей досье. А вот люди, которые заказывают фальшивки подобного рода, которые сейчас распространяются против избранного президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе, они хуже, чем проститутки. У них нет никаких вообще моральных ограничений. Ну и теперь самое главное. В написании досье Кристофера Стилла участвовал Скрипаль. Больше того, ключевым моментом досье стало утверждение о том, что у ФСБ на Трампа есть компромат, достаточный, чтобы шантажировать его. Из этого потом выросло целое расследование в США во главе со спецпрокурором Мюллером. Тезис о компромате ФСБ на Трампа в досье Стилла приводится со ссылкой на бывшего высокопоставленного офицера российской разведки. Такой бывший высокопоставленный офицер российской разведки в окружении Кристофера Стилла был только один. И он много лет сотрудничал с его фирмой. Это Сергей Юрьевич Скрипаль. Они хуже, чем проститутки. У них нет никаких вообще моральных ограничений. Это Путин про Скрипаля, Стилла и их фирму. Как связаны Кристофер Стилл и Сергей Скрипаль? Стилл – сотрудник русского отдела МИ-6 с 20-летним стажем. Курировал Скрипаля, когда тот был кротом в ГРУ. В 2009 году Стилл ушел со службы, создал фирму частной разведки «Орбис», которая работала по заказам частных и государственных клиентов, в том числе ФБР. В основном по русской тематике – мафия, коррупция, деньги Путина и олигархов, связи российских спецслужб с оргпреступностью. В свою фирму Стилл привлек консультантами бывших сослуживцев по МИ-6. Например, Пабло Миллера, человека, который завербовал Скрипаля в 90-е годы, когда тот еще был военным атташе в посольстве РФ в Испании. Пабло Миллер живет, кстати, в Солсбери. Когда Скрипаля обменяли в 2010 году, он тоже там поселился, и именно по этой причине, поближе к Миллеру, поселился и стал работать на «Орбис». Никаким пенсионером он не был. Стилл и Миллер обеспечивали его работой. Каковы были функции Скрипаля в «Орбисе»? Грегори Копли, известный аналитик по международным делам, работающий на ЦРУ и Американской госструктуры, в марте 2018 года со ссылкой на своих общих со Скрипалем знакомых, утверждал, что Скрипаль был фрилансером у Стилла. Писал ему разные материалы, а Стилл потом его цитировал как «бывшего высокопоставленного офицера российской разведки». Кристофер Стилл, ветеран МИ-6, выпускник Кембриджа, владеет русским языком, один из главных в мире специалистов по российской оргпреступности и спецслужбам, что зачастую одно и то же. Офис его фирмы частной разведки «Орбис» в центре Лондона в двух шагах от Королевского дворца. Здесь, на пятом этаже, и засели люди, не имеющие никаких моральных ограничений, которые сорвали Путину операцию «Трамп наш». Распространенное возражение против версии, что Скрипаля отравили из-за досье Стилла, звучит так. Да ведь в этом досье все источники анонимные, непонятно, где правда, где ложь. Может, Стилл с друзьями вообще все это выдумали? По следам досье Стилла в США идет расследование с весны 2017 года, и как минимум некоторые ключевые моменты из этого досье оказались правдой. Предъявлены обвинения 12 офицерам ГРУ в кибератаках на противников Трампа на выборах. Предъявлены обвинения организаторам пропагандистской кампании в пользу Трампа, который вел англоязычный отдел «Фабрики троллей» Пригожина. Под судом Пол Манафорт, начальник избирательного штаба Трампа, за шашни с Дерипаской и получение от него десятков миллионов долларов. Под следствием Майкл Коэн, личный юрист и решальщик Трампа в течение многих лет, пока его взяли за мелочь. Взятки от Трампа какой-то порноактрисе за молчание, но впереди еще решающий момент. Коэн связной Трампа с русской мафией в Америке, которая отмывала деньги через его строительные проекты. Если он заговорит, будет импичмент. Я бы не сказал, что досье Стила в Америке не восприняли всерьез. Нет? Майкл Коэн, соратник Трампа и его жена Лора Шустерман. В далекие 80-е семья Коэна держала клуб «Эль Карибе» в Нью-Йорке, который был штаб-квартирой бригады Евсея Агрона, вор в законе Евсей Ленинградский. Приятелем Евсея был Фима Шустерман, еще один мафиози с Брайтон-Бич. Общаясь в этой среде, Майкл Коэн нашел себе жену, Лору, дочку Фимы. А потом Фима устроил его на работу к одному знакомому бизнесмену, через которого они прокачивали бабки. Это был некто Дональд Трамп. И таких связей с мафией из бывшего СССР, сплошь привязанной к тому же КГБ СВР, у Трампа пруд-пруди. Дональд Трамп и Феликс Саттер. Феликс Шиферовский. Феликс и его папа, Миша Шиферовский, нью-йоркские бандиты, братва авторитета Могилевича, он же Сева, бандит мирового уровня, один из основателей Солнцевской ОПГ в Москве. Визит Трампа в Москву 2007 год. Иванка, Дональд-младший и Эрик Трампы и Михаил Бабель в центре. Бабель – это соратник Шабтая Калмановича, ныне убитого, Сева и Михося Сергея Михайлова и просто старый держатель Солнцевских денег. Это 2007 год. Никакой политики тут еще нет. Чистый бизнес, деньги мафии идут в недвижимость. Политика появилась позже, когда Трамп надумал идти в президенты. Из письма Феликса Саттера Майклу Коэну по электронной почте. 3 ноября 2015 год. За год до выборов. Дружище, наш парень может стать президентом США. И мы можем сделать это. Я привлеку всю путинскую команду к этой программе. Я организую это дело. Я привлеку всю путинскую команду к этой программе. По избранию Трампа. Чтобы наш парень стал президентом. Что за крутые связи у Саттера в Москве, которыми он хвалится в письме Майклу Коэну. Это Солнцевский. Сева Могилевич. Сева лично знаком с Путиным еще со времен бандитского Петербурга. Его крыша изначально была ПГУ КГБ до 1991 года. Потом СВР. Феликс Саттер и Майкл Коэн. Люди из окружения Трампа, которые связаны с мафией в Америке и в Москве. Смелая идея сделать их парня президентом США в кооперации с путинской Россией почти достигла успеха. Вот только досье Стила и последующие события все подпортили. Сева и Михась. Основатели Солнцевской ОПГ. Это бандформирование тоже приняло посильное участие в операции «Трамп наш». Это сам Вова Путин. Видный деятель международной оргпреступности. Покровитель Михасей и Могилевичей. А также просто террорист и убийца. Башировым оказался герой России, полковник ГРУ Анатолий Чипига. Кто такой Анатолий Чипига? Анатолий Владимирович Чипига родился 5 апреля 1979 года в небольшой деревушке Николаевка на российско-китайской границе. В 18 лет он поступил в престижное дальневосточное высшее общевойсковое командное училище – ДВОКУ, располагавшееся всего в 40 километрах от его дома. Училище готовило в том числе и офицеров спецназа ГРУ. Чипига закончил учебу с отличием и отправился служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Подразделение Чипиги 74-854, ранее 2662, играло важную роль во Второй Чеченской войне. А в декабре 2014 года Владимир Путин своим указом присвоил Чипиге звание Героя России. Вот как описывает подвиги Чипиги сайт отделения ДСААФ Ивановского района Амурской области. Героем можно стать и в наше, казалось бы, мирное время. Уроженец села Николаевка, выпускник ДВОКУ 2001 года Чипига Анатолий Владимирович, трижды был в командировке в Чечне, имеет более 20 наград и знаков отличия. А в декабре 2014 года полковнику Чипиги А.В. за выполнение миротворческой миссии присвоено звание Героя Российской Федерации. Под миротворческой миссией подразумевается, судя по всему, вторжение в Украину. Военная операция России в Сирии тогда еще не началась. И действительно, подразделение Чипиги было замечено рядом с границей Украины в конце 2014 года. Однако какие именно подвиги совершил этот Герой России, пока не ясно. Так или иначе, ДВОКУ золотыми буквами выбило его имя у памятника Рокоссовскому. Вот этот памятник целиком. Своё альтер-эго Руслан Баширов, Чипига, получил после переезда в Москву, где он закончил Академию ГУ ВСРФ, называемую на ГРУшном сленге «Консерваторией». Как удалось обнаружить Чипигу? The Insider и Bellingcat искали Баширова среди выпускников военных училищ, где сотрудников ГРУ готовят для операций за рубежом и интенсивно обучают иностранному языку. Одним из таких училищ является ДВОКУ. Примерно зная возраст Баширова, The Insider и Bellingcat просмотрели фотографии выпускников 2001-2003 годов. На одной из них, сделанной в Чечне, удалось обнаружить человека, отдаленно напоминающего Баширова. Хотя по этому фото сложно сделать какие-то выводы, оно стало дополнительным поводом продолжить поиск Баширова именно среди выпускников ДВОКУ. В дальнейшем поиске помог сайт самого училища, опубликовавший список своих выпускников, ставших героями России. Один из них, Анатолий Чипига, по возрасту мог быть Башировым и, судя по информации из открытых источников, служил в Чечне, как и человек на фотографии. Его имя обнаружилось в одной из баз данных, где адрес проживания Чипиги в Хабаровске в 2003-2005 годах совпал с адресом войсковой части, соответствующей 14-й бригаде спецназа ГРУ. Это также повышало вероятность того, что Баширов и Чипига – одно и то же лицо. Выписка из системы «Российский паспорт» 2014 года подтвердила эту гипотезу. Баширов оказался не просто ГРУшником, а спецназовцем ГРУ, которого указом Путина сделали «героем России». Вот такие вот любители шпилей работают в фитнес-центрах России. А Путин же пел, что они гражданские. Скоро узнаем, кто такой Петров. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!